йогой смешинки мы продолжим пройдите ру по названию грифон king epic принципе нам осталось как я и говорил 2 серия а именно нам осталось с пираткой и финальный босс при все это будет тут или вот тут где остров между этим человеком и здесь пилки хилки по идее закупил во всякий случай я проверю чтобы лишний раз потом не выходить сыгры до хилки я купил я собрался так сказать с боеприпасами и ларин лор погнали тут у тут у тут у тут у лазурная бухта и смотрите у меня еще должно быть вооружить то есть меч и что-то еще нифига себе корабли мини корабли а какого черта здесь много корабли но на этой мелочи принципе можно набивать себе этих питомцев так а можно как-то сделать так чтобы меня не по цели только тогда так ну ладно так море что-то гарпуличи ай-яй-яй а ва 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 пока тут много всего и главное пасхалок больше не вижу ай-яй-яй так не забываем то что я могу по идее дышать под водой и при первой возможности я нырну воду поля директы в порядке у нас сердце старика как говорится да ёлки-палки а а а знаете было бы прикольно если бы именно здесь а тут и есть погружение смотрите так увеличить скорость на 10 процентов но он блин 10 процентов скорой зачем но как это не прискорбно упаков были другие напланы дракон обнаружил это место и годами пристально наблюдал за ним и в нужный момент напал на город мирные жители к это катаризии долеть меню не участвовали в войнах и это и послужило причиной падения городом и в отчаянии попытки выжить оставшие герои выковали оружие из магического камня и отправились в логово дракона чтобы его одолеть сражение длилось несколько часов и герои были мертвы они погибли напрасно катаризма больше не существовало роскошные дворцы обратились в пепел магические камни исчезли став причиной погибли цивилизации дракон уснул тысячелетним местом пока на этом месте мир не расцвела новая цивилизация которая еще ничего не подозревала ну да принципе смотрите я так и думал что здесь что будет но типа вижу центр тип осмотреть там типа много всего этих кораблей утонувших и пока мне но не может быть ко мне просто так так ведь типа это я считаю не конвертал теперь можно лететь с чистой так сказать душой а а Ну а теперь я могу спокойно полететь в ту сторону. О, корабль. Пират Вуду, стоп. Стань на якорь, Оливер. Прелестная Лорен хочет устроить тебе прогулку по доске. И почему я не удивлен? Много достойных людей не смогли совладать с проклятым оружием. Что уже говорить о пиратах? Арррр. Ты избрендил? Тебе подмешали крысиного дерьма в грок? Ты будешь одним из тех, кто попробует на вкус. Кушечное ядро. Ха-ха. За твою головышку немалый куш дают. Она станет частью коллекции Лорен. Что? Я на кого-то не нападал. Я ни на кого не нападал. Я их спасаю. Есть, конечно, так и поверил. А теперь станцию-ка нам и приготовься к... С... Страже... Чудовище. Я даю тебе возможность отступить. Убирайся. Крек. Так тому и быть. Готовься к будет, чудовище. Так, а теперь... А, я так и понял. А чё, а чё, а чё, а чё? А чё, а чё, а чё, а чё, а чё? А чё, а чё, а чё, а чё, а чё? Что они могут сделать мне? Ну, я думаю... Лучше этого не знаю. Так, ну, у него же глаза красные. А, отлично. Шрек, граб, граб. Тхе. Наконец-то всё кончено. Я падаю в водичку, как бы. О чём говорил тот пират? Господи, Лорен думает, что я один из тех, кто сошёл с ума? Нужно её отыскать. Сейчас же! А, знаешь, а наш точно, наш просто жерель взяла с хой. Ту-ту-ту-ту-ту. Блоговала Лорен? Ну да, я лучше продолжу. Так, третий уровень, это очень хорошо, потому что... Я говорю, всё-таки мелких этих можно оформить. Дракончика. Дракончик тоже полезный, в плане того, что это доп. урон, читайте. Заметьте, а он когда... Видит нас вблизи, он переступо пугается, или что, я не понимаю? Тихо, перевернись. Так, нам сюда. Я не знаю, что это за чаки, но их лучше убить, я думаю. Что значит, что они могут мне сделать? Отлично. Минус вуду. О, а что там за пасхалки? Карта сокровищ. Мыша какая-то живая, замечу. Или это... Не знаю, что это. И пальмы. А, бочки. Ай, бля... Ай, бля... Нифига, тут замарушки. Ага, а теперь вопрос. Куда мне лучше? Я думаю, лучше водичку. Вот здесь вот немного, я считаю, неподобая, использовать рыбные пираты. А, бля, я забыл, что тут эти мужики с гарпунами. Нет. Ай, чёрт. Ай, чёрт. Ай, бля, я не знаю, что это. Нет. Ай, чёрт. Но я дракончиков улучшил Блин А интересно А, ну я сокров... О, клуб поплыло Да-да-да-да-да О, это которая позволяет типа видеть, да? Хп-шки, если не ошибаюсь А, ну да Хп-шки, если не ошибаюсь Худшил себя Ой, бля-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а-а-а-аа-а-а-а-а Сейчас бы хилку потратить зря Да и бомба ну а думаю мне принципе хилки будет от то елки-палки тут нахер и сюда вообще пошел автор в центре что-то было бы прочь у меня дракончик не работает а уже эти прямая да вы птицы нужно дракона сохранить его работоспособность как сказать не забрал не забывать про рывки салют оливер кажется остались только мы с тобой лорен я пришел сюда не сразу избавь меня от своей болтовни павший рыцарь павший и все неправильно цыц но как с другими это фокус не пройдет защищайся но я не знаю как она атакует ребята я не знаю как она атакует я понял как она атакует так 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 тихо тихо готова хорошо твоя зела грубый мужчина теперь ты покончишь со мной как сделал с остальными что ты такое говоришь оружие кружила тебе голову я никого не убивал значит ты не пустился во все тяжки что ты так не так же порядочен конечно же боже какую глупость я допустила не следовало верить в то что ты рыцарь в усеющих доспехах честный человек ладно перца оружие из логово дракона на тебе не подействовало ты им пользовалась а ты имеешь ввиду это ага именно об этом нет она слишком тяжелая кроме того драгоценности мне нравится больше а дай его мне это могущественное оружие но на нем лежит проклятие и я нахожусь под защитой амулета могущественно говоришь значит стоит небольших состояний так я просто подкалываю тебя бери оно твое хера там грамина хотя я даже не знаю что за что так просто ну ты же сказал она проклятая и я тебе верю думаю я могу очистить твою душу с помощью этого амулета хотя хотя ты и не стала жертвой проклятия нет уж спасибо я давно уложу со своей темной стороной кроме того если бы все было в порядке чтобы бы делал тогда пускай так и будет прощай и спасибо что проведал она ферверками пуляет пушка рио наби теперь оружие в его руках и все герои спасены и сэр оливер может отправиться вслед за своим фантомом но он исчез бесследно но только промелькунув мыль о возможном поражении как вдруг оружие начала вибрировать и указал ой на горизонт должно быть разгадка за теми горами он почувствовал как оружие излучает силу фантома ему ничего не осталось кроме как отправиться на этот вызов ну да вот и все ну что в принципе сейчас я так сказать закупаюсь на будущее с питомцем я так и не понял что нужно сделать поэтому как-то так хотите можете уходить я сейчас буду как обычно читать описание увеличить запас здоровья на 50 дней а энергия лучшая хп-шка увеличу увеличу скорость на 15 я могу принципе их хп-шка увеличить увеличит радиус поражения на 40 процентов добавляет каждой атаки второй камень а я понял но и дополнительную секунду неуязвимости в конце а но она дает не бессмертия слушать увеличит урон сферы на сто процентов мне я даже не знаю что здесь выбрать увеличить сдп здоровья это по-любому давай посох увеличим увеличит радиус поражения увеличивают урон столба на 40 а подожди сферы увеличивает я короче зря бабки потратил ладно справочник персонажи красота лорен родилась и проявила свою а красотка лорена родилась и проявила свое детство в аристократических кругах тому времени когда она достигла полнолетия она окончательно устал это светлого общества мечтая приключениях и признание она покинула родное поместье и присоединилась к пиратам теперь она ларен золотые губки ларен известна в королевстве преступница пред предводительница платили пиратов которые живут грабежами и разбоями история прозвища связана с тем как она расправляется с зачищенщиками бунта и заключенными которым оказывается ей сопротивляться находясь в заключении их всех ждала одна участь в ларен подходила к ним и говорил время вам познакомиться с моими золотыми губками а затем посылала воздушный поцелуй когда пленник приходил в замешательство она добавляла так и называют свою акулу приятного времяпровождения и отправлялась визженного пленника прямиком в море и уж нетерпением ждала золотые губки годами и удавалось оставаться неуловимой но узнав о похищении принцесс она решила ухватиться за шансы на спокойную жизнь в достатке она предположила компанию героев разыскивать принцессу услуги проводника очавшись король согласился снять с нее все обвинения чтобы заручиться ее с ее смеколистой и хитроумеем после месяца поиска флорен и вправду присоединилась к компании и пообещала познакомить так покончить прежней жизнью после того как они одолеют дракона она также обещала что ее люди помогут в поисках и поимки опасных преступников так что у нас тут еще есть анджела томас эти анжела сестра грозного пирата из тропические страны которым она ведет непрекращенную борьбу и за расхождение в личных вопросах таких как диеты и занятия спортом которым она его принуждала поэтому она прям переметнулась на сторону его заклятого врага лоран проявив неожиданную храбрость и талант она стала капитаном подводных пиратов и хорошим другом лоран и других женщин во флотилии энрике олиферос во всей пиратской флотилии не найти человека с более широкий кругозором из к его интересов можно найти игры литературу хирургию для левшей и даже их хлебобулочные изделия анрия как никто другой знает как поджарить гренки испечь крекеры и покрошить багет он сейчас охотится на дуто щеками объявляем вас и услышание я есть хлеб его блестящий ум помог разработать летающий механизм лоран поэтому сейчас он зависит занимает привилегированное положение второго по званию после капитана кэрол басик кэрол дочь эрл жила в комфорте нос у к делала ее жизнь невыносимой мысль о том что ее видят в ней примерную дочь сводила и с ума и она не видела выхода из ситуации все изменилось когда корабль лоран бросил якоро в ее городе только тогда она осознала что слишком долго мирилась с шутками о своем высоком росте типа что то что она маленькая мини шелковые наряды надежды брата она записалась во флотилию лоран чтобы показать ему миру что заслуживает уважение и несмотря на все это она до сих пор хранит плюшевого зеленого дракона я дам наряжение пушка рюнаби дракон не пушкой из магического камня выпускает быстрые снаряды которые при попадании взрывается фейерверком фейерверк наносит урон по области на протяжении нескольких секунд урон от нескольких снарядов складывается нанося огромное повреждение прикольно нужно будет это испробовать руна скорости это рано увеличивает базовую скорость теперь вы чувствуете себя быстрее и можете перевернуть ход любой битвы локация лазурная бухта лазурная бухта когда-то была тропическим раем для туристов но она привела привлекала внимание пиратов на под на под нападение участвовали а сама бухта стала сборища пиратов со своего королевства со всего спустя какое-то время в их водах появилась у выдающейся девушкой пират которая смогла объединить и взять под контроль целый регион а говорит что она покончила с разбой разбойной жизнью но так ли это так и у нас принципе руны католизиса остались только сюжетной сцены я но это понятно это мы смотрели но это всем нам показали как бы осталось только две сценки мы все так принципе то можно на этом закончу поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока